Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравствуйте, Владимир Владимирович! Помогите! Отвечают пока не слишком дружно, но ведь это дело наживное. Скорее всего, для этих детей происходящее просто интересная игра. Но ведь именно так малыши лучше всего воспринимают свои первые важные уроки. Нынешние соревнования приурочены к дате прорыва блокады Ленинграда. Ребят, погибло более 600 тысяч человек. Последние данные говорят, что до миллиона умерли от ран, голода. Люди не доедали. Представляете, им на день давали 125 грамм хлеба. Руководитель оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко, по сути, создал свой особый формат занятий, где мальчишки и девчонки не просто соревнуются, а узнают историю России. В школах не всегда бывает так, вот в полном объеме можно получить знания. А здесь мы закрепляем соревнования по стрельбе, соревнования по метанию дротиков, военно-спортивные игры. Сегодня мы решили для малышей провести соревнования по боему самбо, раздельной борьбой. После исторической лекции и перед началом поединков – обязательная разминка. Приседания. Раз, два, три, четыре. Полковник Николай Соловьев – член попечительского совета клуба. Ветеран спецназа, он считает, что настоящая цель подобных занятий – создание гармонии тела и духа. Стараемся из наших ребят, пацанов, девчонок растить настоящих патриотов. Понятие многогранное. Просто быть хорошим человеком, так скажем, уважать старших, уважать родителей, защищать младших, защищать тех, кого обижают безвиновно. Эти простые и даже где-то банальные истины в наше время, увы, обесценились. Но здесь, в клубе «Ратник», знают цену дружбе, взаимовыручки, честности. Пусть даже и доносят их до ребят в игровой форме. Мы выполняем спецзадания условного противника в тылу. Сейчас проходим группой скрытно, тихо, но максимально быстро, максимально быстро, друг за другом, не толкаться и не болтать. Время пошло. Михаил Ильич – опытный педагог, доцент кафедры физического воспитания, а потому родители могут быть полностью спокойны за своих чат. Подобные соревнования абсолютно безопасны. Здесь занимается мой сын. Когда мы стали сюда ходить, я сразу заметила изменения у него. То есть он занимается дома. Ну, это очень здорово. Я сюда тоже прихожу, вот ожидаю его и смотрю, как ребята занимаются, с каким воодушевлением. После разминки всех участников разделяют на группы. Наконец, на ковре появляется первая пара. Перед поединком – краткое напоминание правил. Да, не кусаться, за пальцы, пальцами не ворачивай. А царапаться нельзя? Царапаться нельзя. И соревнования начались. Надо отметить, что среди более чем 20 участников есть и девчонки. Сестрам Саше и Алине Савицким по 7 лет. В своих группах им удалось пройти в финал, победив соперников мальчиков. Оно и понятно. О своих предпочтениях в занятиях отвечают лаконично. Что вам нравится в этом клубе? Борьба. А вам чем нравится заниматься в клубе? Аккоропатчикой, борьбой и стафетой. Как правило, в таких соревнованиях участвуют три возрастные группы детей. От 4 до 8 лет, от 9 до 12 и от 12 и старше. Но в нашем случае главное не победа, а участие. Память о мероприятии останется у каждого. Стараемся сделать подгруппы так, чтобы все были, так сказать, обеспечены наградой. Ну, чтобы у них висело в комнате. Они смотрели и вспоминали, что да, вот там в дипломе написано, что турнир в честь снятия блокады Ленинграда. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.